МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Осторожно, женщина за рулём!" Подмосковный Серпухов. Иномарка поворачивает на перекрёстке. Справа в неё втыкается седан. Правило нарушила дама. Вот она осматривает свою помятую машинку. И разговаривает с пассажиркой, в дверь которой пришёлся удар. Она даже не смотрит на хозяина автомобиля, под который подставилась. А мужчина разводит руками. Что будем делать, девушки? Я ехала на зелёный. Какая такая помеха справа? На зелёный я ехала. До темноты спорили о том, кто прав, а кто блондинка. Тут и полицейские подъехали, и карета скорой помощи. Но обошлось без госпитализации и даже без эвакуатора. Разъехались своим ходом в ночи. Кемерово. Иномарка в повороте вылетает через разделительную полосу в лоб машине телезрителя Павла. Удар перевернул Иномарку на крышу и смял переднюю часть универсала. Машиной пулей управляла девушка. А пуля, как известно, дура. Летит уверенно, но не всегда в цель. Водительского стажа у барышни меньше года. А гонора хоть отбавляй. Поговорить об этом водители смогут в больнице. АПЛОДИСМЕНТЫ Так бы и уехала, если б не наш внимательный телезритель. Стали очевидцем аварии? Помогли пострадавшему? Или кто-то пришел на помощь вам? Передавайте привет программе «Водить по-русски». А регистратор-то записал для «Водить по-русски». Ваши ролики делают программу настоящей. Пусть эти истории увидит вся страна. Водитель должен следить не только за дорогой, но и за словами. Сергей из города Кировска, Мурманской области, стал свидетелем аварии. Водитель иномарки устроил ДТП во дворе жилого дома. Виновным себя не считает. Качает права. Гоняет всех подряд. Ему пытаются возразить, а он угрожает. Даже дети, которые шли мимо и остановились посмотреть на аварию, раздражают грубияна. От такого добра не жди. Не по-русски это. Москва. Внедорожник нагло влез в чужую полосу. Подрезал машину телезрителя Георгия. Нахало объехали, а тот не унимается. Догнал и снова подрезает. Не пропускает ни слева, ни справа. Резко тормознул и блокировал дорогу. Теперь бежит к чужой машине. Георгий решил не вступать в разговор с дорожным хамлом. Так и нервы будут целее и автомобиль. Санкт-Петербург. Зеленая стрелка горит на правый поворот. Но повернуть водитель не может. Его полоса занята. Он нервно и безрезультатно сигналит. А потом идет разбираться. Можешь продвинуться вперед или что? Какие-то проблемы? Мы ПДТ учили. Че? ПДТ знаешь? ПДТ? Пододвинься. Шофер на удивление спокойно выслушал грубияна и остался на месте. Нервный мужчина вернулся за руль и снова сигналит. Странно, что никто не идет ему навстречу. Загорается зеленый свет. И теперь нервный парень обгоняет и блокирует попутку. Выходит и демонстрирует весь набор непристойных жестов и телодвижений. Не по-русски это. Не умеешь держать себя в руках? Научат. От регистратора и от нашей программы просто так не уедешь. Вся страна видела неадеквата. Здравствуйте. Команду сообщили неадекватного водителя. Я могу номер машины сказать. Мне показалось, что он вооружен. Возможно, он не пьяный, просто агрессивный. Но уехал сейчас, слава богу. Крым. Водитель решил, что если он на кроссовере, значит, имеет привилегии. Пробку объезжает по встречной полосе. Но не тут-то было. Байкер встал на пути. Я говорю, поверну туда, обратите к кроссоверу. Ну, ***, ну, ***. Сознательный мотоциклист заставил несознательного водителя пятиться, да еще и подгоняет. ***, давай быстрее. Очевидец урока правил движения фиксирует координаты. Пятый километр. Севастополь. Гололед всегда внезапен. Сильный порыв ветра отправил машину телезрителя Андрея в занос и в кювет. Это скользкая история. Закончилась хорошо. Никто не пострадал. Даже машина. Ох, ***. Кубань. Телезритель Александр заметил на трассе блуждающий огнифар. В лоб его машине кружит по льду встречный автомобиль. Александр попытался затормозить, но не смог. Пришлось уходить на встречку. И вовремя. *** себе. Александр вернулся в свою полосу без потерь. А эти водители нашли друг друга. Народная примета. Переобулся в летнюю резину в марте. Жди гололед. А вот и он. Это гололед. Ты куда? Прямиком в сугроб на обочине. Это нас понесло. Ну, гость. Сейчас водой включим. Пусть подмерзла немножко. Такое бывает. Телезритель Анатолий выезжает из сугроба на обочине. А его пассажирка все еще под впечатлением. Это лед? Это да, вот на лед попали. Ну, видишь, нормально все выручил. Просто маленькая. Нифига себе. А если большая волоска, то мы залетели бы. Понимаю. Лукавит телезритель Анатолий. Все он знает про гололед. Потому и ехал осторожно. Вот это по-русски. Выпил? Сиди не за рулем. Не ищи приключений. Твое мужчин переходят дорогу на красный. Пассажир советует водителю. Тихо, тихо, тихо. Пропусти. Ты должен их пропустить. Дерзких пешеходов пропустили. А они вместо благодарности обложили шофера трехэтажным. Блин. Мэйдверк, что дебилы? Я сейчас съесть б***ю вызову. Ну, а б***ю. А б***ю? Ты вызовешь, выйти вызови. Давай, вызывай. Что, б***ь, а вы? Мы, зеленый цвет был. Не понимают. Поэтому и наклеют. Давай вызываем, мы постоим. Вы на красный свет шли. На такой красный шли. Они разбираться еще будут. Водитель попутной машины остановился и вмешался в пьяный гвалт. Иди, куда ты идешь, понятно? По-хорошему. Б***ь, сказали. Ну, конченые, да? Идут, главное, булдозы. Угу. Тольятти. Патруль преследует нарушителя. По юбилею, мне ту машину, белую, Тойоту, 112. Видите? Угу. Уходит прямо, прямо уходит в направлении Свердлова. На перекрестке иномарка вылетает на газон. Автомобиль лягушкой скачет по кочкам и скрывается во дворах. На парковке у дома нарушитель попытался убежать уже на своих двоих. Полицейские догнали. У нарушителя при себе не было ни водительских прав, ни документов на машину. Зато перегар был знатный. А вот и говорящая надпись на заднем стекле пьяницы. Не так страшен танк, как его экипаж. Ведь каждое слово – правда. На трассу под Владимиром вышел голый мужчина. Идет по разделительной полосе, как по тротуару. Водитель останавливается рядом со странным пешеходом. Тот просит помощи. Что случилось-то? А случилась белая горячка. Мужчина пытается стряхнуть с себя чертиков, которых видит только он. Иди с дороги, ты, *** отсюда! Уйди с дороги! Иди с дороги, ты можешь уйти, нет? Идти не может, потому что одной рукой шорты придерживает, а второй срам прикрывает. Крышу поехал! Уйди с дороги, ты, ***! Кого только на дороге не встретишь. А встретишь, так не поверишь. Карачаева Черкесия. Мужчина потянул за веревочку и выдернул из легковушки корову. Как она там оказалась? Трое злодеев украли и запихнули крупную рогатую скотину в мелкий автомобиль. Но далеко не уехали. Полицейские остановили. Нажиться воришки не успели, зато корову покатали. Трактор выезжает из ворот. Вырулить на дорогу ему помогает рабочий. Хотел как лучше, но что-то пошло не так. Не слушается тракториста машина. Не тормозит. Катится к дороге. Прямо в автомобиле. Рабочий пытается удержать трактор руками. Мужчина прижимает к борту «Жигулей». Их владелец в шоке. Просто стоял на светофоре и угодил в ДТП. Петрозаводск. На повороте у троллейбуса слетает с провода штанга. Прямо в камеру наблюдения. Была трансляция цветная, а теперь сиреневая. Гламурная. Женщина просит мужа остановить машину на трассе. Миша, 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 Миша. Иди, мой хороший. Иди, 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 мой хороший. Иди, Миша. Иди ко мне. Иди, мальчик. Медведь на обочине осторожно присматривается к людям. Иди. Иди, хлебушка. Достаешь, Таша? Сейчас хлебушка тебе дам. Иди, иди, хлебушка тебе дам. Женщина сама подзывает к машине дикого зверя и сама же его боится. Саша, он меня сожрет, и будешь плакать, потом меня не будет. Супруг переживает совсем не за жену. Подойдет мне машина, поцарапай, будешь, Танька, да. Медведь выходит на дорогу и начинает подбирать брошенный хлеб. Мальчик мой, ешь, 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 мой хороший. Саша, я боюсь уже. Я боюсь уже, Саша. На, 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 скорее, хороший, ешь. Зверь клюнул на женскую ласку и подошел еще ближе. Саша, поехали. Саша, поехали, блин. Куда это вы поехали, удивился косолапый. Я еще и вот так могу. А-а-а-а, б***ь. О, спасибо. Блин. Вот она, женская логика. И впечатлений хочется, и страшно. Саша, поехали. Саша, поехали, блин. Выехал на дорогу, берегись. Газель повернула прямо перед автомобилем Павла. Наш телезритель затормозил и ушел влево, на парковку. Вот это слалом. Вырулил Паша, но разозлился. Тварь такая, б***ь. Выскочил из машины и высказал газелисту все, что о нем думает. Б***ь. Б***ь. Молчит шофер-грузовичка. А что тут скажешь? Хоть и без последствий, а все равно виноват. Город Озерск Челябинской области. Из-за сугроба выныривает легковушка автошколы. Сергей уходит влево и тормозит. На встречке кроссовер. Обошлось. Разгневанный телезритель догоняет учебную машину и высказывает водителю. Ты что творишь-то? Чему может научить новичка такой инструктор? Лучше даже не думать. Украина. Водитель иномарки устал стоять в пробке и выехал на тротуар набережной. Велосипедист негодует. Этот, б***ь, меня сейчас чуть не сбил. Велобайкер догоняет автомобиль. А тот снова заезжает на тротуар. Ну я здесь. Что случилось? А что вы ездите по тротуару? Знаете, что такое дети? Дети? Я еду за прививку, прививку, везу ребенка. У меня тоже дети есть, да. Вы знаете, что нельзя ездить по тротуару? У мужиков есть ситуация, когда им надо, понимаешь? Все стоят, б***ь, им надо. Вы самый умный, да? Да. Вы дальше не уедете, чем я все равно. Престыженный водитель съезжает с тротуара и вливается в пробку. Саша. Поведливость, да? Ты красавчик. Да, я красавчик. Ну скажи, пожалуйста. Что сказать? Ты умный очень. Я, да. Я не сошел. Едь, на работу, на работу. Это, 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 б***ь. Странный довод в оправдание. Полицейских он бы точно не устроил. Не спеши, зелее будешь. Москва. Знак «Уступи дорогу». Но шофер фургона смело выезжает на перекресток с круговым движением. А слева, по главной, летит кроссовер. В отбойник. Приехали. Самара. Водитель красную машину на перекрестке пропустил, а черную не стал. И встал. И смех, и грех. Дагомыс. Иномарка остановилась на красной. И на зебру выходят пешеходы. А байкер не остановился. Думал проскочить, но додумать не успел. Сделал сальто через капот легковушки. Подняться сам Тарапыга не смог. Очевидцы с трудом доволокли его до тротуара. Если нет внимания, то есть авария. Воронеж. Внедорожник внезапно развернулся под попутную машину. Удар. И автомобиль вылетел на тротуар. Из-под колес выпрыгивает пешеход. Водитель осмотрел разбитый передок машины и задал нарушителю главный вопрос. И правда, куда поворачивал? А главное, как? Сигнал поворота не включил, в зеркала не посмотрел. Теперь будет в подробностях рассматривать счет за ремонт машин. Может ли ДТП случиться там, где машин почти нет? Может. Если за рулем автопогрузчика безглазый водитель. Решил развернуться. Лихо сдал назад и въехал в бочину газели. Ты откуда здесь взялся? Как бы спрашивает шофер автопогрузчика. Что ему ответил газелист, несложно догадаться. Москва. Поток притормаживает на шассе. Водитель попутного автомобиля дистанцию соблюдал и затормозил вовремя. А шофер фургона зевнул и улетел в кювет. Следом за ним по бровке пронесся кроссовер. Его водитель тоже расслабился, но успел собраться и удержался на трассе. А разиня на фургоне уперся в дерево. Машина не самолет. Разбивается чаще. Рязань. Иномарка врезается в попутку. Рикошетом бьет кроссовер и обнимает фонарный столб. Кроссовер от удара закрутила в отбойник. А попутный автомобиль еще добавил. Лихач не рассчитал дистанцию и сам себя повесил на столб. Дорога на Адлер. Нива на серпантине не вписывается в поворот и врезается в бетонную стену. Вездеход закручивает юлой и отбрасывает к отбойнику над обрывом. Летчик жив, но до моря не долетел. Подмосковные мытищи. Водитель бетономешалки гнал так, что почти поцеловал фуру. Резко ушел влево и теперь спешит навстречу с кроссовером. Если бы не встречный дальнобой, от иномарки мокрого места бы не осталось. Фура прикрыла ее собой. Отличный сейф. Внезапный водитель и себе враг, и другим. Москва. Камера видеонаблюдения фиксирует лихого таксиста. Развернул машину поперек съезда с эстакады. Нарушил все, что мог. Вот в него и врезались. Чебоксары. Иномарка поворачивает налево. И тут же в ее правый борт приезжает байкер. Мотоциклист рухнул на дорогу. Отлично было видно байкера на дороге. Но куда смотрел поперечник? Пусть сам полицейским об этом и расскажет. Эти эксклюзивные кадры нашей программе предоставили сотрудники ГАИ Красноярского края. Ехал, ехал водитель вдоль дороги. И вдруг стал поперечником. На рельсах. Пока летел под откос, сбил по пути знак «Обгон запрещен». И вроде не обгонял никого, а все равно нарушил. Иных учить напрасный труд. Санкт-Петербург. На автоцистерне загораются стоп-сигналы. Пикап резко затормозил перед грузовиком. Его шофер недоволен. Обходит справа обидчика и подрезает. Пикап шарахнулся в сторону от гиганта. Но теперь и второй водитель жаждет мести. Обогнал автоцистерну и резко затормозил. Сжигая покрышки, автоцистерна с огромным трудом останавливается. Ну что, криты? Про безопасность остальных водителей. Эти двое учителей даже не думали. Санкт-Петербург. Кроссовер подрезал фуру на трассе в пробке. Дальнобойщик недоволен. Следом точно такой же маневр исполняет внедорожник. А сзади уже нетерпеливо сигналят фуре. Пропусти! Еще один торопыга вклинился перед дальнобоем, чтобы его встречные фуры не затоптали. Вклинился и резко затормозил. Вот он, волшебный пендель. Водитель легковушки идет разбираться с дальнобойщиком. Но видит в кабине регистратор и как-то сразу сдувается. Сам себе испортил настроение. Остается только вызывать ГАИ и ждать, когда же учителя сами наконец поумнеют. Стали свидетелем аварии. Увидели что-то необычное? Передавайте привет нашей программе. Куда же ты поперек сейчас? Привет, водитель по-русски. Смотрите, запоминайте и правил не нарушайте. Живешь в России – води по-русски. Калининград. Утка с выводком переходит дорогу в неположенном месте. Но водители все равно останавливаются. Помогают многодетной нарушительнице. К спасательной операции подключилась даже прохожая. А птица спасаться не желает. В руки не идет. Поймали, наконец, маму. Перекинули через отбойник. А там машина. Тогда женщина встает шлагбаумом. Всех переправили. Вот это по-русски. Евгений из Волгограда наблюдал гонку внедорожников. На спуске вездеход кубарем летит под горку. Машина ложится на бок. Колеса крутятся. Пилота бегут спасать. А он сам выбирается из кабины. Один из зрителей заботливо отложил в сторону выбитое ветровое стекло. Дело за малым. Поставить машину на колеса. Дружно взялись. Вот это по-русски. Пусть гонщик даже сошел с дистанции. Но главное доказано. Наши в беде не оставляют. Ваш регистратор включен? Тогда счастливого пути. Женя, а что ты сейчас делаешь? Скажи людям. А вот и стекло. Оно выпало. Слушаем? На коечке отвалилось. Вот получился такой гламурный внедорожник с оранжевыми подтяжками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...